Привет всем! Я сегодня хочу рассмотреть, как решают проблемы те или иные знаки зодиака, то есть как они себя ставят в отношении того или иного, скажем, не очень-то хорошего случая. Итак, овны. Ну, овны – это знак огня. Овен любую проблему решает быстро и сразу. И самое интересное, что овен решает ее сам, гордо, молча. Да, он может обратиться за помощью, но решит без всяких вопросов. Телец. Ну, телец вообще любую проблему решит. Потом всем расскажет, что, ну, как сказать, расскажет. Он что подстрахует себя? Он может написать в газету, в соцсети, где-то там каким-то знакомым, которые, возможно, были задействованы в этой проблеме, чтобы люди знали и больше не резли. Близнецы. Близнецы тоже поделятся, постараются отдать, если будет возможность, все проблемы и решение данной проблемы овну. Но если овен все же не согласится, ну, они найдут тогда стрельца. То есть, видите, как близнецы умеют решать проблемы. Раки. Ну, рак начнет рыдать до решения проблемы, переживать. И чтобы он, наконец, замолчал, кто-то возьмет всю проблему на себя. Если никто этого не сделает, ну, рак тогда прекрасно сам все сделает. Зачем было ныть, вообще непонятно. Ну, вот такая вот позиция у данного знака зодиака в проблеме. Львы. Лев, прежде всего, всех соберет в кучу, созовет всех. Ну, и сам расправится с проблемой. Дальше он просто-напросто, если его будут хвалить, восхищаться, с кем-то такое обязательно будет. Естественно, он даже даст автограф и гордо уйдет. Скажем, вот такой вот я. Дева. Ну, дева вообще-то расстроится. И прежде всего, не потому, что случилась проблема, а потому, что она эту проблему не планировала. У девы все должно быть четко по полочкам. Естественно, что она найдет решение, сделает выводы. И эту проблему, конечно же, она решит. Весы. Ну, весы, прежде всего, взвесят проблему несколько раз. То есть они, знаете, как сколько вешают в граммах. Потом придут к выводу, что как-то многовато. И, естественно, кому-то, скажем так, делегируют часть своих проблем. Это может быть лев, овен тот же. При попытке что-то отвесить деве, ну, дева, естественно, даст глаз, и не только. У девы вообще проблемы все по расписанию. Других проблем у дев не должно быть. Скорпионы. Скорпион на свою проблему, прежде всего, посмотрит. А потом весело, с такой игривой, скажем так, усмешкой скажет. Тоже мне проблемы. И знаете, что он сделает? Он о ней забыл. И, слава богу, стрелец. Ну, стрелец, прежде всего, расстроится. Долго будет зудеть. Потом повеселеет. Потом будет долго смеяться над собой, над проблемой. Вспомнить какие-то еще проблемы. То есть, какие у него были в жизни. И, естественно, будет всем рассказывать, потом забудет. Если проблема сама собой не пройдет, ее, скорее всего, придется решать какому-то любому. Козероги. Козерог сразу постарается отказаться от проблемы. Заявил, что он не хочет. Вообще он не знает, он не хочет ничего решать. И пошли бы все на. В 90% случаев это почему-то работает. Если совсем не пройдет, козерог все же решит ее в лучшем виде. Вообще козерог умеет все решать. Но это такая вот защитная реакция. Водолей. Водолей начнет ее изучать. Он будет, знаете, такой нервный смешок. Потом он вообще, если у него есть такие вот творческие способности, он распишет все. Вот можно сказать, что напишет книгу. Если такая проблема у него уже была, ну, он к этому, знаете как, даже немножко ему будет неинтересно. А потом он начнет искать, как вы думаете, кому. Конечно же, близнецу. Проблема от этого все равно никуда не денется. Так как близнецы, они сами всегда перекладывают на кого-то. Но, скажем, решать все-таки будет интереснее и веселее. Рыбы. Ну, рыбы вообще, в отличие от рака, рыбы плачут тихо. Поэтому проблемы у них вечные. Они, знаете как, ну вот рыбам надо набраться смелости и пойти, скажем, открыть забрало и идти в бой. Тогда эти вот проблемы, они сами по себе отпадут. У рыбы есть один очень большой недостаток. Не у всех, но у многих. Они не умеют сражаться с врагом, которого тут же жалеют. Поэтому, если вам попалась такая рыба без сочувствия, без сострадания, ну, это по крайней мере не рыба, это некий динозавр, это некое чудовище. Удачи!